Вопросов, конечно, очень много. Я очень рад вас видеть в России. Мы очень рады вас видеть в России. Телефон не обсудить. Телефон не обсудить. Добро пожаловать. Бен де чок чок тешекюр эдюру. Я так же украшаю. Большу благодарность. Да, действительно, это пандемия, ковид. Я так же украшаю. Прежде всего, конечно, у меня есть благодарность. Вам хочу это выразить. У янгын и фелакет, которые мы получили в этом плане, поддержали в этом плане борьбы с пожарами. Имея народа, и от имени Манистана. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Значит, героически погибли ваши сотрудники. И так наши сотрудники погибли. В ходе телефонного разговора мы говорили об этом, но я хочу еще раз здесь выразить сабалет. Да, друг друга знают, как говорится. Да, необходимо отметить, что турецко-российские отношения, это касается и политических, и экономических, и торговых, и военно-оборонных промышленностей. Это видно, наблюдается развитие. Да, несмотря на то, что между нашими торговыми отношениями торговый аппарат был спад в торговом. Незначительный спад, но это продвигается положительным условиям. Верю, что мы продолжим в этом плане развиваться, развивать наши отношения и достигнем хороших целей. Особенно хочу выразить благодарность в плане туризма, в котором вы оказали также поддержку в вашей стране. Мы также благодарны, что российские граждане и россияне предпочитали отдыхать в нашей стране за этот период. Вы также отметили, я также хочу отметить, да, я посетил АККУ, где строится атомная электростанция. Строительство идет по плану. Мы доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаем, что в следующем году мы сможем открыть первый блок электростанции. Конечно, там идет, продолжается интенсивная работа. Могу сказать, что там работает 13 тысяч человек. 10 тысяч это граждане Турции, а 3 тысячи это граждане России. Но также нужно отметить, что почти все эти работники, они получили образование, обучение в России. Это как раз приводит к тому, что наши отношения еще больше укрепляются. Другой вопрос, который нужно отметить, это шаги, которые мы предпринимаем в нашей совместной шаге военно-оборонной промышленности. Считаю, что будет полезным. Поговорим об этом. Есть известный лиц, который в ходе Генеральной Асамблеи. Особенно задавали некоторые вопросы. Мы обязательно ответим, да. Потому что есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и нет обратного пути. Особенно верю в то, что укрепление наших русско-турецких отношений, развитие наших отношений, это принесет большую пользу. Наши совместные шаги относительно сирийской проблематики имеют также значение. Мир в этом регионе зависит от туристко-российских отношений. Пандемия нанесла очень большой урон туристической, если вообще в мире. В 2019 году в Турцию посетило 6,8 миллиона российских туристов. А в 2020 только полтора миллиона. Это зависит еще и от нашего сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом. Работа здесь идет весьма позитивно. Мы об этом поговорим. Хорошо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok